Овраги, болота, лес и свалки. В таких райских для жизни условиях порой оказываются семьи, которые получили от государства участки по программе «Земля для многодетных семей». Чтобы исключить подобное в будущем и проанализировать ситуацию с выделением земель, в Приволжском федеральном округе созданы специальные рабочие группы. Члены такой группы посетили сегодня Чувашию. Я нарисовала дом наш и огород. А здесь вот это папа, а там площадка наша будет. Маленькая Адель нарисовала будущий дом своей семьи. Однако в реальной жизни все не так красочно и хорошо, как на картинке. Семья Алексеевых получила сертификат на землю в коттедже на поселке Гремячево в 2011 году. Сейчас они уже начали возводить строение – фундамент, стены, кровлю. Но работы еще много и на много тысяч рублей. Мама троих детей говорит – участок нравится. Но подключаться к коммуникациям пришлось на собственные средства. И это сильно ударило по семейному бюджету. Воду мы подвели своими силами. Вот с газом хотим решить эту проблему в этом году. Газопровод у нас там тоже проходит. Ну вот вопрос встает, как врезаться и на какие средства это все сделать. Однако все по закону. Если на выделенных участках все необходимые коммуникации уже проложены, то подвести их к дому – задача будущих жильцов, а не государства. За врезку в любом случае будет платить сама многодетная семья. То есть есть точка врезки по электричеству, есть точка врезки по газу, по воде и так далее. За врезку платите вы и протягивайте сами вы от этой точки врезки. Главное, чтобы она была рядом, чтобы она была доступна. Чтобы обсудить эти и другие вопросы и оценить ситуацию с выделением земли, руководитель рабочей группы аппарата «Полпреда» в Приволжском федеральном округе Валентина Сахарнова встретилась не только с руководством республики, но и с семьями. Люди поделились. Выделенными участками в целом довольны. Земля ровная, район хороший. Но все семьи, кроме затратной коммуникации, объединяет еще одна общая проблема. Поблизости нет детских садов и школ. Эту проблему мы будем ездить в свой садик, в свою школу, куда мы привыкли ходить. Это у нас 10-я школа на Николаево и 122-й садик. Поэтому пока будем ездить туда. Жизнь в этом месте закипит. Понятно, что сейчас большинство частных домов, коттеджи и так далее. Место в принципе неплохое и от Волги недалеко. С транспортом есть вопрос. Когда это место будет застраиваться на квартирными домами, в любом случае это место будет представлять из себя совсем другое. Другое развитие, другую инфраструктуру, в том числе обеспечение социальной инфраструктурой. Решить предстоит и другой вопрос. Многие семьи еще только ждут своей земли. Так, в Чебоксарах процент обеспеченности многодетных семей участками составляет всего лишь 19%. В Шумерле – 17%, в Канаше – 25%, а в Новочебоксарске – только 9%. В пределах городских округов свободной земли, которая бы отвечала всем нормам и требованиям, мало. А нуждающихся – много. Так или иначе, работа в регионе ведется. В течение месяца рабочая группа проанализирует все земельные участки для многодетных семей при Волжье. Из 1800 семей, состоящих на учете, предоставлено всего лишь 200 участков, земли которых в черте городской, они более-менее имеют инфраструктуру, соответствующую для того, чтобы в последующем семьи имели возможность устраивать свою жизнь. Результаты анализа передадут Владимиру Путину. Затем, вероятно, будут приняты меры по устранению различных недостатков. Ольга Пырычкина, Евгений Анисимов, Республика.